сегодняшний рецепт или ролик или я не знаю даже как это назвать я посвящу тем кто никогда не был в индии люди близкие и мои друзья знают что я часто езжу в индию потом своим каким-то делам так вот смотрите есть такое поверье что масала чай это пьют все индусы самого детства до самой смерти и те кто эту штуку распространяет это мульку как это называется утку и те кто распространяет эту утку это люди которые там один раз были где-нибудь на гуа и вообще не видели индии я же мне довелось побывать в калькутте в трибандруми в бангалоре варанаси в решикеши где еще значит в бамби и в деле еще в нескольких городах в агре в джайпуре в общем много где я был и везде пробовал чай так вот тот самый напиток который на улицах и везде можно попить это не масала чай это милк чай то есть они вот так называют милки просит кофе вернее чай с молоком милки чай с молоком смотрите что делает торговец чаем с молоком на на улице берет имбирь довольно много вот смотрите у меня здесь 400 миллилитров молока я беру граммов наверное он еще и легких тому же ну давайте вот столько это наверное граммов где-то 200 имбиря кладу и можно пестиком но чаще всего индусы это делают всякими приспособлениями типа какие-то молоточков в общем что под руку попало той темы нужно разбить имбирь внутри ковшика прям в том месте вернее прям в той емкости в которой вы будете варить сам чай для чего я это делаю и не только я а многие индусы по утрам до восхода солнца для того чтобы сок из имбиря вышел просто если его нарезать не будет такого эффекта именно вот раздолбленный корень имбиря дает такой бешеный аромат как только имбирь разбит я сразу же добавляю сюда индийский чай именно гранулированный вот этот у меня конкретно привезен из индии буквально смотрите 2 столовые ложки добавляю и лью сюда воду можно кипяток можно просто холодную воду ну смотрите грамм 200 налейте примерно для того чтобы заварить чай и дать возможность имбирю из него вытянуть все вот эти вот кислоты и весь вкус имбиря в воду которая будет у нас здесь смотрите оставлю обязательно это все на плиту и довожу до кипения параллельно я могу добавить сюда сразу же пару столовых ложек сахара потому что часть молоком всегда сладкий у нас в москве в ресторанах делают и не сладкий но это совершенно не то не тот вкус здесь нужно конечно же решить или если вы сладости никакие не едите то и не пейте чай но если вы хотите аутентичного вкуса то он должен быть обязательно острый крепкий и с молоком как вы понимаете индусы конечно же используют и молоко самое дешевое примерно два два с половиной процента жирности то которое стоит недорого и сделает наш чай низкий по себестоимости поэтому у меня вот закипела уже вот это имбирно-чайная масса чай конечно же гранулированный в отличие от листового отдает очень много танинов он очень сильно красит становится таким терпким становится терпким и я даже спрашивал индусов которые варят игру где вы уберете не горят а вот есть магазин один но например там бангалория знаю одно местечко где все съезжаются забирают этот чай он там прям мешками у них огромными забирают и развозят потому что он очень дешевый не знаю не соврать наверное вот пачка полкило примерно стоит где-то наверное около 15 рублей я думаю что в россии полкило чая за 15 рублей купить практически невозможно так все закипело теперь я сюда добавляю молоко примерно миллилитров 400 можно конечно же и больше главное чтобы вкус был сливочный они водяной вот это очень важно некоторых ресторанах я пробовал даже в индийских тут у нас кто-то то ли русский повара тут варят масала чай со вкусом воды они со вкусом молока это очень важно он должен быть прям очень насыщенным таким вот по вкусу каким-то жирным что ли теперь его нужно попробовать на вкус пока он еще не сильно закипел по сладости отлично если вы думаете что это чефир нет конечно молоко очень сильно смягчает вот эту вот горчинку которая дает большое количество чая гранулированного я вас уверяю оно должно быть такого коричневого карамельного цвета и очень очень вкусный то есть главная характеристика чая с молоком индийского это вкусно вот когда вам будет вкусно тогда у вас чай получился смотрите то что называют масала масала это смесь специй которую кто-то придумал создал специально для чая есть фиш масала есть тандури масала есть масала чай или масала ти есть масала для различных блюд созданные прямо специально для удобства приготовления пищи вот смотрите когда вы просите на улице масала масала чай вам берут достают пакетик в котором насыпано вот такие специи видите специальная смесь специи для чая именно добавив эту смесь специи уже в готовый чай с молоком вы получаете масала чай так делают новую индусы на улице они для всех обычных людей и в частности для индийцев они делают просто милк ти молочный чай а когда русский приехавший в индию говорит ему а есть масала чай он говорит да и на кончике ложечки раз туда пил перемешал и у вас чай становится пряным потому что там есть кардамон гвоздика корица все перемолотое и самое главное он становится острым потому что там есть чили перец как только часть закипел помешивайте его дуся как только чай закипел помешивайте его чтобы он никуда не убежал все чай готов варить его не надо великолепно теперь его нужно процедить дело это не простое поэтому я подселил салфетку видите у меня даже такая чашечка специально на которой написано вася и аккуратно лью через сито через мелкое сито в чашку чай а получилось почти ничего не разбрызгал дадуся я тоже люблю часть молоком друзья мои теперь вы знаете как готовить молочный чай который называется milk tea по индийскому рецепту это даже не индийский рецепт это национальный индийский рецепт он очень вкусный пряный самое главное запомните он должен быть сладкий он должен быть острый от большого количества имбиря он должен быть сливочный от хорошего количества молока не водяной и самое главное когда вы его будете пить вы должны наслаждаться этим потому что он очень и очень вкусный вот это показатель тогда у вас получился вот тот самый чай приятного чаепития друзья